Посмотрите какой урожай, хочу немножко похвастаться, полностью грозди вот такие вот, все смородины. Вот такие вот все, все ветки, все засыпаны смородины. Такого никогда не было у меня, такого урожая. Дело в том, что я всю зиму сыпала под них, под кустики, сыпала очистки картофеля, капусты, бурячка, все что у нас остается. Может оно и так и подействовало. Добрый день, уважаемые огородники и садоводы. Приветствую вас на своем канале Светлана обо всем. Сейчас уже конец октября и пора подкормить черную смородину. Оказывается смородина очень любит удобрения из картофельных очистков или просто с картофеля. Как вы видели, я сама случайно об этом узнала. Подбрасывая осенью и зимой под свои кустики смородины очистки от картофеля, я получила в этом году очень хороший урожай смородины. Ее было очень много, она была сладкая и крупная. Так что это проверенный мною результат. А этой осенью, кроме того, конечно, что я буду еще подбрасывать картофельные очистки под свои кустики смородины, я еще хочу сделать удобрение из самого картофеля. Оказывается, картофельные очистки, картофель, это хорошее удобрение не только для черной смородины, а и для крыжовника, и для малины, и для ежевики, и для многих видов ягодных кустарников. Они благоприятно влияют на рост плодовых деревьев, а также кустов земляники и клубники, и даже домашних цветов. Но все же не всем такая подкормка подходит. Не рекомендуется подкармливать такой подкормкой картофель, помидоры, перец, баклажаны, посленовые растения, а также чеснок. У меня смородины всего 5 кустиков. И я решила купить для этих целей немного мелкого, самого дешевого картофеля. Для подкормки картофель надо измельчить, или мелко порезать, или пропустить его через мясорубку специальной насадкой, или просто измельчить в комбайне. Я попробую его измельчить и в комбайне, и в мясорубке, чтобы узнать, каким же способом это удобнее делать. Если бросать целую картошку, то измельчается плохо, поэтому надо ее разрезать хотя бы пополам. Вот такая получается картошка, измельченная в комбайне. Мясорубки для меня намного удобнее, чем в комбайне, и быстрее. Первым делом, конечно, надо подготовить почву под кустиками. Я убрала мульчу и взрыхлила под каждым кустиком. Но не забывайте, что корни смородины находятся на поверхности почвы, поэтому надо взрыхлять очень аккуратно. Вначале я подсыплю под каждый кустик осеннее удобрение, суперфосфат, по одной столовой ложке под кустик. Почему осеннее? Потому что суперфосфат очень медленно растворяется в почве. И только к весне наша смородина получит фосфорное питание. А фосфор отвечает за быстрый рост корней и помогает нормальному цветению. Поэтому суперфосфат надо обязательно вносить осенью под все растения. И аккуратно грабликами взрыхляю. Теперь под каждый кустик я насыплю калийное удобрение, это залу. Подсыпаю я залу под каждый кустик где-то пол-литровую баночку. Но если кустик молоденький, то можно и меньше пол-литровой банки. Так как кустика у меня всего 5, я залу подсыпала сразу под все кустики. Затем прямо сверху золы я подсыпаю картофельное удобрение. Небольшим слоем вокруг смородины. Затем аккуратно опять все взрыхляю. Стараюсь эту подкормку смешать с землей. После этого свои кустики я мульчирую перепревшим компостом. Можно перегноем у кого есть. Это будет дополнительное питание моей смородины. Теперь все кусты смородины надо замульчировать. Или сеном, или скошенной травой, или просто опавшей листвой. Смородина это влаголюбивое растение. Поэтому, если у вас нет дождей, надо обязательно поливать ее, даже осенью. Мульча из травы защитит почву от испарения влаги. Так как у нас очень жарко и земля не очень влажная, я пролил кустики прямо сверху мульчи водой. И если в этом году осень будет сухая, без дождей, то я буду обязательно поливать свою смородину. Если осенью не будет дождей и мы не будем поливать, то кусты смородины могут плохо перенести зиму. Оказывается, что в составе кожуры картофеля имеется большое количество полезных для растений микроэлементов. Это фтор, фосфор, калий, магний, железо. А мы знаем, что калий позволяет вырастить более сладкие, сочные и вкусные ягоды. Поэтому такие вкусные ягоды смородины вырастают после такой подкормки. Зимой шкурки картофеля можно сушить или замораживать. Ее можно сушить или на батарее, или в духовном шкафу. Высушенные шкурки весной надо поместить в бочку или в какую-нибудь другую емкость большого размера. Затем залить водой, оставляя размокать на несколько дней, время от времени помешивая. Затем размокшие шкурки вносить под растения, обязательно их прикапывая. Вода, которой мы заливали шкурки, также является удобрением. Ею также можно поливать или смородину, или малину, или ежевику. Очень хорошие дадут результат картофельные очистки, если мы внесем их перед цветением смородины. Весной можно их просто закапывать под кустик или вносить их вместе с органическим удобрением. Но не забывайте, что картофельные очистки это дополнительная подкормка для смородины. Так что попробуйте подкормить картофельными очистками, такой подкормкой, и вы увидите, какой получите урожай крупных и сладких ягод. Всем до свидания! Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Вот такой урожай. 21 штука. И между прочим, от веток их оторвать никак невозможно. Пришлось их обрезать вообще. Разве что крутить надо было. Очень много вот треснутых. Трескаются они от нехватка влаги, от переизбытка воды, и от того, что они поспели. Даже маленькая и то потреснутая. Я думала, что они покраснеют. А нет, они вот такие какие-то желтоватые. Вот такая вот она гранатка. Бубочки, кстати, не очень крупные. Такие средненькие. Это сорт Крымский полосатый. На вкус очень сладкий. Только вот бубочки какие-то мелковатые. Может на следующий урожай, может на следующий урожай покрупнее будет. Ну все. Всем пока-пока. Как вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok